Приветствую, уважаемые трейдеры! С вами я, Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим текущую картину по тем торговым идеям, которые вы от меня получали в прошлый понедельник на обзоре, а также будут свежие торговые рекомендации на текущую торговую неделю по валютному рынку. Ну что ж, давайте начнем с моих прошлых торговых идей. Это продажа эфира и продажа фондового индекса Dow Jones. Давайте начнем с Dow Jones. В понедельник я вам рекомендовала открывать продажи по фондовому индексу Dow Jones от сопротивления 34.160, откатный уровень сопротивления. Здесь довольно такое длительное удержание данного уровня мы с вами увидели. Локально мы себя уже с понедельника начали отрабатывать в шорт, но тем не менее еще 7 февраля показали одну откатную дневочку, подтвердили актуальность данного уровня, и после этого мы увидели уже в четверг замечательную отработку в шорт по фондовому индексу Dow Jones. Поэтому торговая рекомендация себя краткосрочно уже отработала, куда дальше идет данный фондовый индекс, но в принципе если учесть характер движения в четверг, нам нужно, чтобы дальше мы подтвердили этот шортовый импульс, то есть подтвердили его актуальность, и если у нас не произойдет лонговое перекрытие, в таком случае дальше будем снижаться по данному фондовому индексу. Мы среагировали на трендовую линию зажатия цены вниз на дневном таймфрейме, как я уже сказала, удержали откатный уровень сопротивления 34,160, перекрытие импульсное шортовое в четверг у нас произошло, пятничная дневочка у нас пока внутренняя, то есть пока никакого отмена шортового сценария у нас нет, поэтому все-таки думаю, что дальше будем снижаться, но тем не менее краткосрочно торговая рекомендация от меня, которую вы получили в прошлый понедельник, себя замечательно отработала. И вторая торговая идея – это продажи эфира. Друзья, я вам рекомендовала открывать шорты по эфиру от зоны сопротивления 16,75, здесь у нас произошла остановка роста, борьба за этот уровень остановки и, скажем, хорошее такое движение вниз, которое мы с вами увидели 5 февраля. После этого еще несколько дневочек проконсолидировались в этом небольшом ценовом диапазоне, и как следствие мы с вами увидели хорошую закономерную реакцию вниз по эфиру 9 февраля. Импульс вниз прошел, и уже после этого мы, скажем, нарисовали, возможно, шортовые перекрытия. Почему возможно? Потому что для того, чтобы этот шортовый импульс имел актуальность на графике, на рынке, нам нужно, чтобы его последовательно подтвердили. Текущая же картина у нас показывает движение шортовое, но пока подтверждения шортового перекрытия нет. Для того, чтобы дальше работать в шорт по эфиру, нам нужно, чтобы сформировали свежий торговый паттерн, свежую консолидацию позиций, хорошую торговую ситуацию. Только в таком случае дальше можно будет открывать сделки в шорт. Но тем не менее, кто шортил эфир по моей торговой рекомендации, 50% позиций, друзья, фиксируем, поскольку уже отработка замечательно произошла, и 50% позиций удерживаем. Возможно, еще дальше будем снижаться в силу того, что хороший такой импульс, возможно, и перекрывающий у нас прошел по данному криптовалютному инструменту. Как вы видите, две торговые идеи в прошлый понедельник, и замечательная отработка этих торговых идей у нас произошла. Теперь давайте перейдем к свежим торговым рекомендациям от меня на предстоящую торговую неделю. И давайте начнем с индекса доллара, поскольку по индексу доллара у нас неплохая торговая картинка в лонг рисуется. Почему лонг? Все очень просто, потому что текущая консолидация позиций у нас подтвердила актуальность заходного лонгового движения, которое у нас прошло в начале текущего месяца. То есть это движение наверх нашло свое подтверждение в последующей консолидации локальной, выше откатного уровня поддержки в районе 103. Это значит, что, скорее всего, у нас формируются торговые позиции для дальнейшего хорошего контртрендового роста по индексу доллара. То есть я напомню, что все-таки торговая идея – контртренд, но несмотря на это, сейчас, если посмотреть на график, это единственный момент, который показывает подтверждение лонгового контртрендового импульса. Вот если посмотреть ранее, кто смотрел мои предыдущие обзоры, я рекомендовала работать на снижение по индексу доллара в сторону тренда, потому что у нас не было ни разу подтверждения лонговых импульсов. То есть все движения наверх, которые были ранее по индексу доллара, они имели характер выносных движений, то есть они не были основными защитными перекрывающими движениями. На текущий момент это единственная ситуация, которая показывает, подтверждает вернее, вот эту защиту лонговую. То есть консолидация, четкая консолидация в небольшом ценовом диапазоне с удержанием откатного уровня поддержки 102,9-103 ценовая зона показывает действительность защиты лонговой, перекрытие лонгового. Это значит, что вполне достаточно у нас сейчас информации для того, чтобы открывать лонги по дикси. Поэтому моя торговая идея для вас – работаем на покупку по индексу доллара с целью на обновление текущего локального максимума, который у нас образовался 7 февраля и выше. То есть следующая ценовая отметка для роста – район 105. Так, и давайте еще другие валютные инструменты посмотрим. Доллар-франк – тоже интересная картинка здесь рисуется. Консолидация позиции текущая немножечко отличается от консолидации по дикси чем тем, что мы такое еще локальное движение вниз показали 7 февраля, но тем не менее мы удержали откатную зону поддержки 0,91-90. Здесь поборолись за этот откатный уровень, сломили локальное зажатие цены вниз. То есть если по дикси у нас нарисовалось выравнивание, консолидация позиции с выравниванием топа доллар-франку, у нас было небольшое сжатие цены вниз, перекрытие лонговой образовалось, пятничная дневочка закрылась выше закрытия дневки четверка, подтвердила наличие поджатия наверх локального, подтвердила то, что сжатие цены вниз у нас уже сломили. Это значит, что вот эта консолидация подтверждает актуальность лонгового перекрытия, которое у нас произошло в начале текущего месяца. Перекрытие. Есть консолидация, которая подтверждает этот перекрывающий импульс. Говорит о том, что с большой долей вероятности доллар-франк у нас дальше собирается двигаться наверх с целью на пробитие сопротивления 0,9285 и следующая цель для роста сопротивления 0,9340. Поэтому моя торговая рекомендация. Открываем покупки и ожидаем хорошего дальнейшего роста по доллар-франку. Доллар-иену тоже давайте еще посмотрим. По доллар-иене у нас пятничная дневочка образовалась такой определяющей. Почему? Потому что именно пятничная дневочка показала наличие поджатия наверх. То есть если две предыдущих дневки у нас были внутренними в рамках вот этого шартового движения от 7 февраля, то дневка в пятницу подтвердила актуальность откатного зеркального уровня поддержки 130,5, вернее 130, прошу прощения, не с половиной. Мы среагировали на данный зеркальный уровень поддержки импульсным выкупом наверх, поджатие цен наверх подтвердили. Поэтому основная идея по доллар-иене – работаем на покупку в рамках защитного импульсного движения, которое мы с вами видели 3-6 февраля по данному инструменту, с целью на пробитие текущего сопротивления ценового 132,7 и выше. То есть в принципе, несмотря на то, что тенденция у нас нисходящая, тренд шартовый, уже такие неплохие предпосылки с подтверждениями у нас рисуются для того, чтобы мы смогли открыть сделку на покупку контур-тренд. Защита импульсная, как я уже сказала. Есть накопление позиции, которое подтверждает эту импульсную защиту слева. Есть поджатие наверх на дневочках. То есть графически у нас лонги подтверждаются. Лонговый паттерн сформирован, и он подтвержден. Поэтому рекомендую работать в лонг по доллар-иене с целями на обновление текущих локальных максимумов и выше. И еще давайте посмотрим золото. По золоту здесь тоже у нас есть интересная ситуация. Интересна она тем, что довольно уверенные шартовые проливы у нас прошли по золоту в начале текущего месяца. Несмотря на то, что консолидация по золоту у нас сейчас происходит на минимуме этого шартового пролива, тем не менее у нас есть формирование четкого шартового паттерна. Мы удержали откатный уровень сопротивления в районе 18,80. Не пустили цену наверх. В четверг попытались уйти немножко повыше, но все-таки перекрытие дополнительное шартовое нарисовали. Зажали за вниз замечательно. Дневочка четверга у нас закрылась таким уверенным сжатием вниз. В пятницу мы нарисовали внутреннюю дневку в рамках вот этого движения вниз, которое мы с вами увидели в четверг. И это значит, что хорошая торговая ситуация для дальнейшего снижения, по крайней мере краткосрочного, по золоту у нас образовалась. Поэтому золото тоже рекомендую открывать на продажу от сопротивления 18,80 с целями на обновление текущих образовавшихся минимумов и ниже. Ну что ж, друзья, у меня на сегодня все. Если вам понравился обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Мария Кухтотрейдер, если вы еще не подписались. Также напомню, что есть открытый у меня телеграм-канал Мария Кухтотрейдер. Также подписывайтесь и всегда получайте актуальные торговые рекомендации от меня по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я рассматриваю как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовый индекс, металлы, товарно-серьевой рынок. Поэтому подписывайтесь и в зависимости от того, какие рынки вы торгуете, вы для себя можете хорошие торговые рекомендации от меня всегда регулярно получать. Также напомню, что обучающий контент также присутствует у меня на YouTube-канале, поэтому кому интересно, обязательно подписывайтесь. Всем хорошего дня, друзья, еще раз спасибо за просмотр, прибыльной торговой недели и до новых встреч.